Шамати. Статья номер 69. Сначала будет исправление мира. Услышано в июне 1943 года. Баль Сулам сказал, что сначала будет исправление мира, а потом будет полное избавление. Что означает приход Машеха, как сказано, и очи твои будут видеть учителя твоего, ибо полна будет земля знанием Творца. И это, как он написал, что сначала исправится внутренняя часть миров, а потом внешняя часть миров. Однако следует знать, что внешняя часть миров, когда они будут исправлены, это ступень большая, чем исправление внутренней части. А корень Исраэля исходит из внутренней части миров, и это называется, ибо вы малочисленнее всех народов. Но благодаря тому, что они исправляют внутреннюю часть, будет исправлена также и внешняя часть, только маленькими частями. И всякий раз от исправления внутренней части, внешняя часть будет исправляться, пока монета к монете не соберется в большой счет, пока не исправится вся внешняя часть. А главное различие между внутренней частью и внешней, это как в ситуации, когда человек исполняет какую-нибудь заповедь, но не все его органы согласны на это. И это подобно человеку, который держит пост, и тогда говорится, что только его внутренняя часть согласна на пост, но его внешняя часть испытывает неприятные ощущения от поста, так как тело всегда противостоит душе. То есть только в отношении души можно отличить Исраэль от народов мира, но в отношении тела они одинаковы, ведь и тело Исраэля тоже заботится лишь о собственной выгоде. Поэтому, когда исправятся отдельные элементы всего Исраэля в целом, автоматически исправится весь мир в целом. Получается, что в той мере, в которой мы исправляем себя, в этой мере будут исправлены и народы мира. И в этом смысл сказанного нашими мудрецами. Удостоился, склонил себя и весь мир на чашу заслуг. И они не сказали, склоняет весь Исраэль в целом, а сказали, и весь мир на чашу заслуг. То есть, как сказано выше, внутренняя часть исправит внешнюю.